Физкульт привет друзья и ученики и просто случайный зритель сегодня мало кто верит в натуральный тренинг мало кто верит в периодизацию статодинамику в то что необходимо и нужно тренировать окислительные мышечные волокна сегодняшнее видео как раз таки для тех кто в это не верит сегодня вы увидите наглядный пример одного из моих учеников который недавно стал моим учеником парень николас достойный уважения тренируется в натураху в натурах без ничего и выступает в мэнс физик человек работает имеет жену и ребенка не сдается не плачет не стонет выступает тренируется и все повторяю в натурах ну давайте послушаем что расскажет сам николас о себе всем привет меня зовут николай мне 30 лет и я собираюсь в октябре месяце принять участие в соревнованиях по бодибилдингу на чемпионат приморского края в категории мэнс физик они пройдут 6 октября я решил провести свою подготовку следующим методом разделил на массонаборный период и на период сушки нас наборный период должен был занимать 12 недель но так как соревнования пройдут немного раньше чем я думал то прошло это все за 10 недель и потом будет период сушки масса наборный период проходит под руководством егора вся полностью тренировочная программа построена им а также он дает еще некоторые рекомендации по общим вопросам сразу определимся вот с каким вопросом ребят я полностью занимаюсь натуральным тренингом всю свою жизнь что это значит для меня то есть я никогда не принимал фармакологические препараты и спортивного питания применяю только протеин комплексные витамины рыбий жир креатин начал принимать на этом массонаборе да еще употребил гейнер но в нем я зачаровался и больше его не употребляю так как они все очень невкусные и я смогу свои углеводы набрать и без гейнер также скажу о моей занятости я работаю 5 дней в неделю с 8 до 6 вечера также у меня есть жена и маленький ребенок которому нет еще трех лет это разговор о том у кого не хватает времени на тренировке расскажу как все это началось занимающих фитнесом я в тренажерном зале можно так сказать серьезно около пяти лет из этих пяти лет где-то наверное года два с половиной именно с контролем питания по серьезной тренировочной программе в начале 2017 года я наткнулся на канал youtube егора в тот момент проходила подготовка к соревнованию фитнес-бикини довольно таки известные блогерши татьяна ее зовут и жена моя смотрела мне стало интересно начал смотреть эту программу в принципе понравились концепции которые его рассказывает его метод тренинга так он все доступно объяснял и как бы меня это заинтересовало и я начал увлекаться ту информацию которую он несет можно сказать в массы также обратился к его сайту начал читать на статьи и начал заниматься по статьям натурального бодибилдинга ступени культуризма начал заниматься по данной программе начиная со второй ступени так как уже на первой ступени я в принципе мог выполнить требования это я мог подтягиваться и и выполнять на брусьях по 10 раз 5 подходов к тому времени уже существовала закрытая группа егора вконтакте что за это за закрытая группа там каждую неделю выкладывается тренинг для мужчин и для женщин полностью расписаны с учетом грамотная периодизации проработки всех мышечных волокон то есть это довольно таки кайфовое мероприятие особенно для тех кого либо нет времени составит либо кто-то не может составить грамотную тренировку то есть зашел на неделю пожалуйста тебе тренировка выполнил ждет следующей недели к тому времени когда это было стоил взнос единовременный то есть ты вступаешь в группу и после этого полностью стоишь пожизненно но честно говоря как бы не хотелось тогда платить деньги ну и в принципе и как я сейчас уже понял тогда я еще был слишком низкого уровня можно так сказать наверное для данных тренировок прошло где-то месяца восемь к этому времени я был уже на третьей ступени и егор выпустил это начале восемнадцатого года было видео с новогодним подарком так называемым и возможности в бесплатно вступить его закрытую группу нужно было снять видео по тестовой тренировки рассказать о своих тренировочных принципах особенно если по его программе занимаешься я все это выполнил и я в группу и вот на самом деле кайфовая группа я говорю еще раз отличные тренировки все что нужно и начал заниматься по этим тренировкам и также мой товарищ коллега можно сказать по фитнесу сообщил мне что собирается принять участие в соревнованиях которые проходили в апреле 2018 году в городе хабаровске я решил выступить как раз оставалось 10 недель я как раз был в тот момент так называемом периоде сушки можно сказать сбрасывал жировую прослойку хотел стройность получить здесь вы увидите мою форму на этих соревнованиях и занимаясь по программе закрытой группой егора и контролируя питание дефиците калорий я пришел как я думаю неплохой довольно таки форме для моих первых соревнований конечно много было ошибок я немножко не совсем правильно подвелся но думаю что форма была довольно таки прилично мне очень понравилось я заинтересовался этим и решил как раз пройти полный цикл подготовки для новых соревнований я еще ни разу не делал масса набор и подумал что нужно все-таки подключить профессионалы тут конечно выбор был как сказать огромный что ли хотелось обратиться к хорошему профессионалу ну и как бы конечно же баснословных денег у меня нет для этого а сейчас все фитнес тренеры только за деньги работают и я решил обратиться к егору если честно я думал что нас не получится работать вместе потому что как сказать егор довольно таки серьезный тренер и в интернете у него обширная аудитория подумал что просто банально у него не будет времени для меня да ну и так как я не смогу приличную сумму за полное ведение платить я потому что ничего не получится но решил все-таки написать попытка не пытка и на самом деле меня это удивило класс он отозвался мы все-таки с машины смогли найти общий язык договориться и он в принципе принял участие в моей подготовке полностью и еще раз говорю тренировочный план был на нем получается и вот здесь отдельное ему спасибо потому что была такая ситуация что некоторые фитнес блогеры и ну не настолько я сказал бы даже раскрученный там как егор просто даже не удосужились мета в некоторых моментах но точно подготовки моих хабаровск н just ответить на некоторый вопрос я попросил там советом и как бы но это не совсем мне кажется как-то вежливо по отношению особенно к своим подписчикам не знают даже просто нельзя ответить что нет ребят нет времени там или как-то попытаться сказать что только за деньги работ просто не ответили это как бы не очень нравится, а Егор в этом плане молодец, респект ему вообще. Итак, Егор составил мне программу тренировок. В общем расскажу, что это было изначально, это было чередование недель, одну неделю я делал быстрые мышечные волокна, это классическая тренировка, сплит, разделена на три дня, в классике это три рабочих подхода по 10-12 повторений и нужно было там по одному-два повтора оставлять в запасе, вот такой смысл. Было разбито на три дня, следующая неделя была на все типы медленных мышечных волокон, что это такое, это также сплит разбитый и на медленные мышечные волокна делается следующим образом 4 подхода, 40 секунд работы, 40 секунд отдыха и в каждом подходе нужно было доходить до жжения, очень крутые тренировки, кто еще не пробовал, попробуйте. И вот так я проработал 6 недель, то есть чередовал быстрые мышечные волокна, медленные, быстрые, медленные. После этого добавили мы промежуточные мышечные волокна, что это такое, это так называемые дропсеты, то есть сначала ты делаешь рабочий подход на 15 повторений до отказа с каким-то весом, который ты подобрал и после этого сразу же уменьшаешь на 20-15 процентов вес, делаешь еще 8 повторений. Тоже очень крутая тренировка энергозатратная и после этого получилось таким образом быстрые мышечные волокна, медленные мышечные волокна. Промежуточные мышечные волокна опять медленные и после этого опять быстрые. То есть каждый раз между быстрыми и промежуточными мышечными волокнами вставляешь медленные мышечные Вот таким образом. То есть прошло 10 недель, это сейчас как раз 10 неделя, и, ребят, мы решили снять видео, поделиться своими результатами, потому что результаты на самом деле есть. Какие вообще задачи ставились на этот период массонабора? То есть нужно было набрать максимальное количество мышечной массы, меньшее количество жира, и следующий показатель в тренировках – это увеличение силовых показателей. По массе, соответственно, я перед началом набора весил 78,9. Сегодня с утра я весил 84,9, то есть я набрал 6 килограмм. В принципе, форму вы мою увидите сейчас, не так уж и много я жира набрал. Примешь синюю таблетку. Примешь красную таблетку. Примешь синюю таблетку и сказки конец. Ты возьмешь со своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку. Войдешь в страну чудес. Я покажу тебе глубоками крови черных дней. Я покажу тебе глубоками крови черных дней. Я покажу тебе глубоками крови черных дней. С минимальным набором жира, конечно, не очень получилось, но здесь, как считаю, был немного объективный фактор. Это практически половина недели массонабора я был в командировке в рабочей, и там у меня было оплаченное питание. Но, сами понимаете, халява, конечно, можно было полностью питаться как бы своим, за свои деньги, но это было бы немного накладно. А питание, которое было оплаченное, оно было жирновато, его было немного трудно посчитать, поэтому пришлось выкручиваться. Но я думаю, что, в принципе, за весь период я не так уж и много жира набрал, поэтому, в принципе, я думаю, все нормально прошло. Итак, по силовым показателям пройдемся, да? То есть, будем рассматривать так, показатели быстрых мышечных волокон и медленных мышечных волокон я сейчас расскажу. И, в принципе, вы увидите видео, где мои результаты десятой недели для быстрых мышечных волокон, это будут упражнения, все в которых я прибавил, я покажу, и это будут последние подходы рабочие в каждом упражнении. Итак, результаты. Ноги. На первой неделе делал три рабочих подхода по 12 с 80 килограммами, на десятой неделе 92 с половиной килограмма. Голень стоя 4 подхода по 25 делал с 80 килограммами, на десятой неделе с 85 килограмм. Жим гантелей лежа. На первой неделе делал три рабочих подхода по 10 повторений 30 килограмм гантелей, в третьем подходе мог только 9 раз сделать в отказ, сейчас на десятой неделе в третьем подходе сделал 11 раз. В принципе, даже может быть еще разочек, наверное, есть в запасе. Жим гантелей сидя для плечей 3 на 12 я делал 20 килограмм, сейчас 22 с половиной килограмма. Отведение в стороны, в принципе, делал 2 по 10, 10 килограмм. Добавил я 12 с половиной килограмм, делал последний раз. Тяга штанги в наклоне, делал 3 на 12, 85 килограмм. Сейчас сделал 15 раз хорошей техникой, 85 килограмм в третьем подходе, поэтому буду прибавлять на следующей неделе уже. И французский жим, да, делал 2 на 12, 18 с половиной килограмм, нет, да, 20 килограмм, да. И сейчас 2 на 12 сделал 20 килограмм плюс еще гриф от штанги. В подтягиваниях и в брусьях мой результат не изменился, но он не уменьшился. И за счет того, что, думаю, мой собственный вес увеличился на 5 килограмм, я думаю, в принципе, можно считать, что это положительный результат. На медленных мышечных волокон, ребят, соответственно, там увеличилась больше работа именно в секундах в рабочих подходах. Например, тяга вертикального блока 40 килограмм я делал в четвертом подходе только 35 секунд сделал, на десятой неделе все по 40 сделал хорошо. Грудь пэкдэк тоже самое, в четвертом подходе было 35 секунд, на десятой неделе до 30, ну точнее на девятой медленные волокна были 35 килограмм, все четыре подхода хорошо. Жим наклонный то же самое, 35 килограмм во втором, третьем, четвертом только 35 секунд было подхода, сейчас все по 40 хорошо. То же самое дельты, жим сидя, тоже третий, четвертый был по 35, сейчас все по 40. Техника как бы подходит, то есть вот таким образом можно набирать массу, единственное только контролируйте питание, в принципе все возможно, натуральный тренинг рулит, мотивация огромная и думаю, что сейчас я простушусь и в принципе перед соревнованием будет видно сколько реально я набрал мышечной массы, сколько вообще можно за 10 недель набрать, ну надеюсь хотя бы килограммчик я набрал и на соревнованиях я буду, ну я по-любому буду выглядеть лучше, потому что подводка будет совсем другая, я совсем по-другому буду походить в соревнования, ну и конечно же выложу все в моем аккаунте в инстаграме. Егору огромное спасибо за понимание, за составление тренировок, за сотрудничество, за то, что он вообще делает, информационный канал у него очень хороший, очень много информации полезной, как грамотно тренироваться, не навредить себе, всем спасибо. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте, стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство и нас в группе уже 344 человека и ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю, как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите, важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лбом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы и сохранять и улучшать свое здоровье, что может быть лучше. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две, отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Факт фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу, взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого и дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok